добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой творческий канал в этом видео мы с вами сделаем букет из рафаэла в арганде я приготовила этот букет в подарок на 8 марта но думаю что этот букет можно подарить на любой другой праздник итак приступаем берем конфетку и отгибаем сзади хвостик после этого наношу клей не только на хвостик немножечко захожу на саму обертку от конфетки и приклеиваю зубочистку приклеиваю зубочистку затем оберткой проворачиваю вокруг зубочистки очень-очень плотно чтобы зубочистка приклеилась хорошо придавливаю конфетку но стараюсь так чтобы саму конфетку не поломать затем прячу хвостики и у нас должна надпись остаться по середине потом беру кусочек органзы размер органзы 13 на 13 сантиметров складываю ее пополам и оборачиваю органзой конфетку прикладываю конфетку органзе так чтобы органза была где-то на сантиметр выше самой конфеты затем фиксирую капелькой клеем и приклеиваем внизу фиксирую атласной лентой ширина ленты 0 6 миллиметров плотно в несколько раз обкручиваю подтягиваю и завязываю на два узелочка и торчащие хвостики я срезаю вот что у нас в итоге должно получиться смотрите чтобы надпись была посередине и органза не съехала сильно ниже конфетки за основу я беру кусочек пенопласта круглой формы диаметре он где-то 10 сантиметров но как в дальнейшем оказалось для 15 конфет это маловато нужно где-то 12 сантиметров и предварительно обклеила уже белой кофрированной бумагой ножка для нашего букета это будет туба от фольги пищевой пленки диаметр 3 сантиметра а за длину я взяла около 15 сантиметров затем прокручиваю пенопласт делаю отверстие и вставляю намеченное место на нашу довольно большое количество клея и вклеивают и жду пока она хорошо зафиксируется и затем еще вокруг тубы прохожусь клеем а верхнюю часть нижнюю часть ножки от букета прячу гофрированной бумагой нанесла клей кружочек тубы приклеиваю гофрированной бумагой лишнее срезаю и еще разочек фиксирую все на горячей клеем основа готова и теперь приступаем к декору я взяла отрежек красной бумаги размером 25 на 35 сантиметров и растягиваю верхний край делая его волнистым и теперь буду оборачивать свою заготовку для букета как в итоге оказалось отрезала я слишком много бумаги даже если вы будете делать пенопласт вырезать 12 сантиметров то эти бумаги будет все равно многовато затем наношу на края пенопласта клей и приклеиваю вокруг пенопласта всю бумагу тем самым пряча все наши некрасивые места и никто даже не догадается что у нас за каркас бумагу я приклеиваю где-то на 1,5-2 сантиметра выше самого пенопласта в дальнейшем мы будем пенопласта дать конфетки и бумага будет красиво все украшать и где-то даже что-то будет прятать опять срезаем лишнее и края стыка бумаги я подклеиваю клеем затем собираю бумагу и в несколько раз обкручиваю лентой обвязываю чтобы бумага у нас в дальнейшем не свежала обвязываю белой лентой и в дальнейшем я ее спрячу ее даже не будет видно затем поставила свой каркас в какую-то вазу и начинаю собирать букет располагаю все конфетки по кругу сначала я все проверяю а потом уже расставляю все так как мне понравится как видите на видео конфетки довольно плотно располагаются и это не очень красиво поэтому я говорю что за основу пенопласта нужно брать диаметр побольше расставляю конфетки немножко неудобно вставлять пенопласт и недовидительно на конфетки потому как они очень хрупкие и их можно повредить сломать а 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 сформировала что-то похожее на букет старалась делать его круглым и немножечко еще где-то что-то переставляю расставляю добавляю переставляю в общем делают так чтобы у меня все устраивало и мне нравилось и как бы вам не казалось что конфеты пилотно расставлены как видите пустые места все равно остаются и в этом букете я прячу обычными так называемыми фунтиками то есть это я брала квадратик где-то 6 на 6 органзы складывала наискосок потом еще раз наискосок сформировался такой треугольничек приклеила к нему зубочистку сделала я довольно большое количество и прячу все все свои пустые места и как они казалось бы странным хочу сказать что эти фунтики они добавляют даже какой-то легкости и воздушности именно в этом букете в цветочных букетах я не использую фунтики мне они не нравятся мне кажется что они даже удешевляют все букеты затем беру кусок органзы чем больше чем длиннее кусок тем объемнее и воздушнее будет выглядеть ваш букет у меня не было много органзы поэтому мне пришлось выкручиваться как могла сложила обкрутила в несколько раз обкручивала тоже старалась где-то на сантиметр выше самого букета зафиксировала на горячий клей затем все красиво расправляю поправляю органза очень такая скользкая постоянно съезжает постоянно пытается куда-то убежать все сформировала красиво и завязываю опять же лентой обмотала в несколько раз чтобы органза уже никуда не убежала и опять завязываем на несколько узелочков сейчас это с вами все будем прятать срезала хвостики и опять этой же лентой ширина ленты два с половиной сантиметра я просто обматываю то место где мы только что завязывали ленту обматываю в несколько раз обматываю немножечко натягиваем саму ленту обязательно нужно запаять ленту и подклеим затем из этой же лент я завязываю красивый бантик срезаю края чтобы они мне были более интересными и красивыми и срезы я всегда делаю чтобы они смотрели друг на друга не забудьте их запаять чтобы лента не крошилась и не растрепалась подклеиваю бантик и приклеиваю еще к бантику брошечку и на этом мое видео готово если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока до новых встреч side че и Продолжение следует...